Здравствуйте! С вами программа «Зелёная экономика». Телепроект канала 24KZ о самом главном – об экономике будущего. Решим стендбай, который имеется во всех электроприборах, как оказалось, не такой уж и безобидный. Эксперты Международного энергетического агентства провели подсчёты и удивились. Электронные приборы, подключенные к сети, но находящиеся в режиме ожидания, потребляют энергии столько же, сколько и при работе. Уже к 2020 году объём энергии, ушедшей в пустоту, оценивается в 120 миллиардов долларов. Но, тем не менее, как-то кардинально повлиять на ситуацию человек пока не может. Отказ от электротехники не в счёт. Поэтому нам остаётся лишь ждать появления новых умных технологий, которые будут учитывать и этот нюанс. Несколько десятков миллионов приборов, подключенных к электросети, крутят диск счётчика, даже когда мы ими, казалось бы, не пользуемся. Причём цифры эти довольно-таки внушительны. По подсчётам экспертов энергетического агентства, все электроприборы в мире потребляют 600 тераватт-часов, причём большая часть этого объёма тратится именно в режиме ожидания. Цена неэффективности этой технологии – 80 миллиардов долларов. Проблема в том, что устройства в режиме ожидания используют гораздо больше энергии, чем требуется для поддержания связи с сетью. Всего лишь при помощи уже доступных на сегодня лучших технологий, такие устройства могут выполнять те же задачи в режиме ожидания, потребляя на 60% меньше энергии. Отмечает Мария Вандерховен, исполнительный директор Международного энергетического агентства. А по прогнозам, количество используемых бытовых приборов увеличится к 2020 году до 50 миллиардов единиц. Повышение энергоэффективности сетевых устройств в ближайшие годы позволит сэкономить 600 миллиардов киловатт-часов энергии. А этот объем, к примеру, сейчас вырабатывают 200 стандартных 500-мегаваттных угольных электростанций. Специальные центры энергоэффективности в скором времени появятся в трех городах Казахстана. Здесь любой желающий сможет найти все последние новинки этой сферы, в том числе и по энергосбережению. Главная их цель – создать условия для трансферта технологий, обмена знаниями и повышения культуры энергопотребления. К слову, само здание этих организаций полностью отвечает требованиям зеленого строительства, а вся потребляемая энергия здесь альтернативная. Астана, Алматы и Ак-Тубек. В этих трех городах строительство центров по энергоэффективности уже завершается. В будущем здесь объединят все сферы, которые имеют какое-либо отношение к тепловой и электрической энергии. Но не только. Именно центр послужит связующим звеном между поставщиками техники, новаторами и обычными потребителями. Поставщиками услуг будут представляться технологии. Постоянно будет меняющаяся выставка экспозиции, куда люди могли бы прийти, увидеть, пощупать руками, понять, как это работает, сколько это стоит, и для себя сделать какие-то выводы. То есть это такой центр притяжения, в котором может производить обмен данными, обмен знаниями. В центре появятся научные лаборатории для проведения исследований. Здесь можно будет даже провести тестирование своего ноу-хау. Единый диспетчерский пункт поможет снять точные показания расхода энергии. Но это в будущем. Сейчас же центр уже контролирует показания и качество работы имеющихся своих альтернативных источников энергии. Отметим, что здание не подключено к централизованному теплоснабжению, а использует энергию земли. Для отопления этого здания предусмотрено 4 тепловых насоса и 9 геотермальных скважин для геотермальных коллекторов. Геотермальная скважина опускается в этиленголиколь пластик в трубопроводах в минус 10 градусов и поднимается в минус 4 градуса. И минус этиленголиколь в минус 4 градуса тепловых насосах охлаждается заново. И за счет этого выделяется тепло. И это тепло мы используем для отопления нашего здания. Помимо тепловых насосов работают здесь и гелиоколлекторы, расположенные на крыше. Подогреваемая ими вода используется и для горячего водоснабжения. Рядом с коллекторами установлены солнечные панели. Они вырабатывают 10 киловатт. Этого достаточно для аварийного освещения и потребительских нужд первого этажа. К слову, вода здесь после использования не просто уходит в канализацию, а повторно используется для хозяйственных нужд. В планах у организаторов установка и ветрогенератора. Одним словом, этот центр отличный пример настоящей энергоэффективности, который наверняка будет заразительным для всех его посетителей. Лес в степи. 70 тысяч гектар зеленых насаждений появилось в пригороде Астаны за последние годы. Причем эта территория превышает площадь такого государства, как Бахрейн. К слову, создавать зеленый поезд начали даже раньше, чем активно застраивать левобережье Астаны. И сейчас миллионы деревьев и кустарников, окольцевав столицу, не только защищают город от ветра и пыли. Эта зона уже превращается в излюбленное место отдыха для горожан. Как создается рукотворный лес и где выращивают первые саженцы, ответ узнаем прямо сейчас. Более 8 миллионов саженцев отправляется с этих грядок прямиком на зеленую зону вокруг столицы. Это порядка 5000 гектар. Этим сеянцам здесь уделяют пристальное внимание и особый уход. Не просто поверишь, что через несколько лет эти тонкие ростки превратятся в рослых красавиц с мощным стволом, глубоко упустившими корни. В этом питомнике выращивают те типы деревьев, которые легко приживутся на нашей почве. А семена для них не завозят из-за границы. Их получают на собственных плантациях и парках, где растут уже давно прижившиеся деревья. Наши питомники работают уже не первый год. В течение последних 10 лет мы выращиваем здесь более 30 видов растений. Тут есть и плодово-ягодные кустарники, и хвойные, и лиственные деревья. В течение двух лет мы их выращиваем, ухаживаем за ними, акклиматизируем их. Позже они отправляются на посадку в зеленый пояс. Площадь питомника Ак-Хаен – 110 гектар. Для создания будущего зеленого пояса здесь трудится более 2000 человек. Причем сажают не абы как. Специалисты применяют все известные агротехнологии – и севооборот, и подпитку удобрениями. Здесь мы используем технологию севооборота четырех полей. После того, как вспашем землю, мы добавляем минеральные и органические удобрения. Для нас это экономия расходов и сохранение всех возможностей нашей земли. Клен, ива, ясень, вязь, сирень и смородина – все эти сеянцы сейчас поливаются по технологии капельного орошения. За три года воды здесь стали тратить меньше в семь раз именно благодаря этому методу. Сейчас расход живительной влаги здесь – 300 кубических метров воды на гектар. К слову, эта технология способствует адаптации к последним изменениям климата. Погода стала более изменчива, что, разумеется, отражается и на обитателях питомника. Большое значение имеют климатические условия и зимние, и летние. Вот, допустим, в этом году, видите, какие перепады температур очень высокие. Но вот именно то, что имеется система капельного орошения. Мы можем регулировать подачу воды, регулировать испарение воды и, в принципе, поддерживать на должном уровне все вот эти взаимоотношения, если, допустим, неблагоприятные климатические условия. А в этом году они действительно вот такие. Выращивают тут и специальные породы деревьев, которые могут расти на соленых почвах. Не секрет, что плодородных земель у нас не так много. Для спецпосадок уже к 2016 году здесь подготовят 40 тысяч таких саженцев. Каз-Инну. Конкурс под таким названием провели Национальное агентство по техническому развитию совместно с Клубом молодых предпринимателей. По его первому направлению био недавно стали известны имена победителей. Конкурсанты защищали свои проекты в сферах аграрной промышленности, фармацевтики и биотехнологии. Поступило свыше 100 заявок, однако в финал были отобраны лишь 10. Конкурс инновационных идей. Хотя просто конкурсом это назвать, наверное, нельзя, поскольку помимо защиты своих проектов, участники получили мастер-классы о развитии бизнеса и консультации экспертов. Все навыки должны пригодиться им для запуска проектов. Из 10 работ конкурсантов лучше была признана идея о производстве биопрепаратов. Это новый способ защиты сельхозкультур от вредителей, а также производство дешевых и экологически чистых заменителей ядохимикатов. На самом деле в разделе агропрома очень много проектов как раз-таки на стыке зеленой экономики и традиционной аграрной сферы. То есть мы очень часто не представляем, что безопасная еда и безопасное сельское хозяйство это один из ключевых аспектов зеленой экономики сегодня. С вами была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас в эфире, комментируйте наши видео на официальном сайте телеканала 24KZ и читайте нас в твиттере. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok